Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ну просто Все уедут А я останусь одна Ну ты ж сама так решила Ну да решила Теперь уже не знаю Пойдем Я тебе кое-что покажу Идем-идем наше место помнишь первом классе мы здесь поклялись быть друзьями навсегда да и смотри все разъедутся а ты останешься здесь поступать в свой медицинский этот замочек здесь навсегда как и наша дружба андрей я давно хотела тебе сказать это очень и очень важно не поверишь я тоже просто все случая не было давай ты первый а потом я хорошо слушай мне очень давно нравится одна девушка я все никак не могу ее признаться а если я и сейчас не скажу точно потом пожалею сон ты мой лучший друг и я хочу чтобы ты знала но это не было против эй чего не ничего все нормально ты молодец все получится правда соня ты куда а сказать то что хотела молодец справилась отлично вот не зря не зря и всех интернам выбрал тебя ассистент ваша школа валерий николаевич так давай быстренько переодеваться из нас успеем заявление успеем руслан годского 30 лет дтп будем оперировать алкоголь крови есть отсутствует высшите спасите моего братишку ну да чего стоишь давай шевелись вот ты даешь прям и эремной вену молодец спасибо тебе теперь тебе жизнью раз Надо же, ни одной девушки, ни одной, кроме тебя, не удалось довести меня прямо на ЗАГС. Ни одной. А за тобой я как на веревочке. Я тебя не заставляю. Кроме того, у нас еще есть месяц, чтобы подумать. Даже не думать. Нет, Соня, нет. Ты моя. Теперь ты только моя. И мы поженимся, да, мы поженимся. Через пару лет я стану главврачом, акционирую клинику, сделаю его коммерческое отделение, обязательно. Да. Грандиозные планы. И какое место в них занимаю я? Самое главное. Самое, что ни на есть. И все это я делаю только ради тебя. И ради наших детей. Я думаю, тебе со временем надо будет уйти с работы, заняться домом, нашими будущими детьми. Нет, я не против. Я не умоляю твои достоинства. Соня, ты прекрасный и талантливый врач. У тебя свои амбиции, но я же говорю не об этом. Я говорю о приоритетах. И тут главное, их правильно расставить. Идем? Цветы забыл. Прости, задержался. Здравствуйте, Егор Петрович. У меня двое водил, и оба влябались. Один в ДТП, а второй, неважно. Ладно, показывай, что у тебя. Да. Вот. План реконструкции особняка купца Харламова. Проектная документация, смета, документы. Все как договаривались. Я уверен, что все это можно превратить в выгодный бизнес-проект. Может, ты и прав. Хорошо. Чего ты хочешь? Предлагаю инвестиции на поехал. Мой вклад, идея, архитектурная разработка, надзор за исполнением. Хорошо. Это все 20%. Я вкладываю остальные 80%. Также делим прибыль. Это и так очень щедро. Я даю живые деньги. Согласен. Победили. Они все злые. Смеются, что я их плохо понимаю. Ну, ты же дома учил английский. Просто они быстро говорят. А я не успеваю. А еще они мои кеды шнурками связали. Я из-за них на кросс опоздал. Знаешь, как меня тренер ругал? Сыночек маленький. Ну, не плачь. Я поговорю с папой, приеду и заберу тебя. Потерпи немножечко. Егор. Тема звонит. Поговоришь с ним. Ему там плохо. Здорово, малой. Что? Снова ноешь? Ну, что ж ты за мужик. Сопли распустил, как девчонка. Ну, все-все-все. Чего у тебя там стряслось? Все нормально, пап. Ну? Раз нормально, давай пока. Егур, а ты не мог нормально поговорить с ребенком? Ну, ты же отец. Ну, и что? Я, между прочим, за этот пансион бешеные деньги плачу. Не надо меня тут попрекать. Ну, что ты сердишься? Я же не о деньгах. Просто Теме там плохо. Разумеется, что не о деньгах. Ты за всю свою жизнь копейки не заработала. Только слышу, дай, дай, дай. Я, между прочим, даю. Не надо мне учить с кеми как разговаривать. Без себя разберусь. А если что-то не нравится? Свободно. За себя. Привет. Ой, привет. Есть минутка у тебя? Да, у меня следующая запись только через 40 минут. Можем кофе выпить? А ты в курсе, что Андрей в городе? Мы были в ресторане, и тут вдруг он. Ну, в курсе. Но ты же мне сама запретила даже имя его вспоминать после выпускного. Поэтому я и не говорила. Ну да, запретила. Ну, раз ты сама об этом начала... Вась, Соня, у него три месяца назад умер отец. Он все бросил в столицу и приехал сюда маму с сестрой поддержать. У него, между прочим, была хорошая работа. Главный архитектор в какой-то строительной фирме. Вот сейчас пытается здесь свой бизнес наладить. Кстати, не женат. А вот это вот вообще меня не интересует. Мы с Валерой подали заявление в ЗАГС вчера, так что через месяц свадьба и ты свидетельница. Я тебе говорила и повторю еще раз. Костомаров для тебя не лучший выбор. Он неисправимый бабник. Вась, у тебя повод деформации. У тебя пациенты несчастные люди. Ты уже даже не веришь, да, что может быть иначе? Хорошо. Ты хоть раз задавалась вопросом, насколько сильно ты его любишь? Мы с тобой, взрослые девочки, прекрасно понимаем, что для нормальной семьи важно, чтобы люди понимали друг друга, ну и чтобы у них были общие интересы. В идеале... Василина Сергеевна, у вас там заведующее отделение вызывает. Сейчас иду. Этот интерн в тебя по уши влюблен. У него на лице это написано. Соня, что ты придумаешь? Ну какой влюбленный? Ну мальчишка. Совсем не мой вариант. А какой твой вариант? Взрослый. Серьезный мужчина. Добрый. Надежный. Обеспеченный. Было бы неплохо. Ну и чтобы стал хорошим отцом для Кирюши. Вы непоследовательная, Василина Сергеевна. А как же любовь? Ты ведь сама только что говорила. Расскажешь потом, что ты не зовешь. Придурки. Вначале Русик машину угробил. Потом ты и к врачам с пушкой полез. Ты хоть представляешь, сколько я забашнял, чтобы тебя вытащить? Простите, дядя. Сколько раз я тебе говорил, не называй меня дядей. Для тебя я Егор Петрович. А то, что моя сестра из тебя урода вырастила, вообще меня не касается. Еще один такой влет выгоню к чертям собачим. Я больше не буду, дядя. Егор Петрович. Только что скорая привезла. Я сама Катя ехала. Срочно КТ, МРТ и все анализы. Хорошо. Скажите, к вам должны были доставить девушку, Лебедеву Агату. Мне сказали, она в таракальной хирургии. Я ее брат. Вот врач. Спросите. Привет. Привет. Соня, а ты... Я здесь работаю. Скажи, а ты не знаешь, где Агата? Сейчас на анализах, а потом ей будут делать операцию. А что с ней? У нее его перелом дебра, а осколок попал в лох. Они уточнее будут понятны после обследования. Тебе дальше нельзя. Оставь номер телефона дежурного врача. Как только я закончу, сразу позвоню. Я буду здесь ждать. Здесь останови. Сейчас найду место, где запарковаться. Ну, ты что, не понял? Я тебе сказала, здесь останови. Все утром не испортил. Ничего теперь не успеваю из-за тебя. А ты скажи спасибо Егору, что он все вовремя так разрулил. Да я уже сто раз извинился. Мне что, на колени встать? А я бы на твоем месте со мной так бы не разговаривала. Соня. Как она? Все хорошо. Операция прошла успешно, так что можешь не переживать. Можно? Нет, к ней пока нельзя. Она еще не отошла после наркоза. Лучше позже. Я тогда тут подожду. Ну, что ты будешь в коридоре сидеть? Пойдем в ординаторскую, я тебе чай напою. Идем. Я Агату вообще не узнала, пока ты не пришел. Потом вспомнила. Мы ее в садик детский недавно вместе водили, а тут уже такая взрослая девушка выросла. Этот самокат... Я ей подарил. Соня, скажи, с ней точно все в порядке будет. Андрей, во-первых, ни ты, ни Агата ни в чем не виноват. Мне врач скорой сказал, что машина вылетела на тротуар. Во-вторых, главное, что твоя сестра жива и вне опасности. Ты меня так всегда в детстве поддерживала. Еще помню, как ты мечтала людей спасать. Вот, сестренку мою спасаешь. Теперь это моя работа. Часто думаю о тебе. Вспоминаю наш выпускной. Ну, вернее, как обидел тебя. Вел себя как придурок. Ну, что ты выдумываешь? Это была детская влюбленность. Я просто была маленькой глупой девочкой, которая влюбилась. Тебе понравилась другая. Так бывает. Я уже и забыла, Дану. А знаешь, я через месяц замуж выхожу. Он хирург. Очень талантливый. Мы работаем вместе. Так что мне все хорошо. Я рад за тебя. И поздравляю. Ему очень сильно повезло. Соня, там твоя пациентка очнулась. Здравствуйте. Егорышка. Милый, я понимаю, что ты стараешься дать Теме все самое лучшее. И хорошее образование это очень важно. Но ему там плохо. Его обижают. Пусть это считает. Я вон в Дедомовске и ничего. Жизнь, знаешь, как меня била. И научила. А он за границей учится. На всем готовом. Я в детстве об этом и не мечтал. Ну, а тема там один. И он еще совсем маленький. Все. Хватит. Я сказал, что он будет там учиться. Значит, будет. А я... Ну, я же совсем одна. Я скоро с ума сойду в этих четырех стенах. Ничего, так стены, да? А не цианка, красное дерево. Антиквариат. Картины. Другая бы спасибо сказала. А тебе все не так. Достала. Скажи, а лекарствам нужны какие-то? Нет, если что-то понадобится, я скажу. Что-то понадобится, скажешь. А как ты скажешь? Давай телефон. Номер свой запишу. Набери меня. Кто-то звонит. Здравствуйте, доктор. Ну что? Спасибо тебе. Ну, пока. До завтра. Иди уже. Соня? Соня! Кто это был? Одноклассник. Представляешь, я сегодня оперировала его сестру. Андрей Лебедев. Ясно. Так ты свободна? Поехали, поужинаем. Я останусь. Хочу понаблюдать пациентку. Все-таки сложный случай. Пчелка ты моя. Трудяшенька. Тогда пока. Заскучился я ужасно. Ну, не сердись на меня, любовь моя. Ты же знаешь, какой у меня характер. Ненавижу, когда спорят. А ты в последнее время только это и делаешь. Хочешь, в ресторан вещам пойдем. Там в центре открылся новый. Французский. Ну, а что я надену? У меня ни одного нового платья нет. Купи себе все, что захочешь. Ты, как всегда, будешь самая красивая. А теперь вдохни поглубже. Выдыхай. Не больно? Нет. Ну, ты молодец. Спасибо, Софья Михайловна. Классно у меня починили. Привет. Привет. Ну, как у вас? Уже намного лучше. Доченька. Здравствуйте. Как же ты так, а? Хороший мой. Ой, милый мой. Сонечка, мне Андрюша сказала, что ты оперировала Агату. Да. Спасибо тебе, милая моя. Как время летит, а? Я ведь тебя совсем маленькой помню. Теперь ты взрослая девушка. Прекрасный хирург. Красивая. Какая же ты красивая. Спасибо, Мария Игоревна. Я тоже вас очень рада видеть. Я пойду, меня пациенты ждут. Всего доброго. Спасибо тебе, милая. Спасибо. Дай мне, мой котенок. Дай мне лапочку, дай мне мою девочку. Соня. Слушай, я хотел сказать, что ты даже не представляешь, как мы с мамой тебе благодарны. Если бы не ты, то... Если бы не я, эту операцию провел бы другой доктор из нашей больницы. У нас очень много хороших специалистов. Робот ассистирования в таракальной хирургии. Проходите туда, я подойду. Это ж надо. Вы еще не успели расписаться, она уже на другого запала. Что ж, дальше что будет? Да раньше Павалова. Да я-то ничего, я просто вспомнила. Ты же говорила, что выбрал Соня, потому что она верная, преданная. А я ее с вот этим вот уже не первый раз вижу. Так что ошибся ты, милый. Добрый вечер. Извините за опоздание. Татьяна, моя жена. Андрей Лебедев, мой новый бизнес-партнер. Сегодня мы с ним подписали контракт, и я пригласил обмыть, как говорится, это дело. Приятно познакомиться, Андрей. Егор о вас рассказывает. Отбой ровно в десять. И Кирюшу не слушать, потому что он придумает все, лишь бы лечь попозже. Ты ведешь или нет? Мы сами разберемся. Не сомневаюсь. Ты красавица, иди. Защищайся. Нет, мы будем играть в больницу. Чурья-хирург. Послушай, ну зачем тебе этот бизнес? Вся эта бухгалтерия, налоговая. Ты же творческий человек. Иди ко мне. В компанию главным архитектором. А я все это возьму на себя. Спасибо, но... Я уже прошел этот этап, и сейчас хочу развивать собственное дело. Компания моего мужа собирается развернуть в нашем городе несколько крупных проектов. Разве вы не хотите поучаствовать в них? Больше всего я люблю, когда ты делаешь вид, что разбираешься в моих делах. Иди-ка лучше, дорогая, припудри носик. Сделаем так. Не стоит торопиться. Отработаем проект по Думу, Харламу. Принюхаемся друг к другу. А потом вернемся к этому разговору. Лады? Будем подавать исковую суд. Да, я уже набросал пару вариантов. Завтра у нас. Да, все, все, хорошо. Извини, пожалуйста. У нас у юристов работа понятие круглосуточное. Да, у нас у врачей тоже. Мне иногда пациент может ночью позвонить. Ну, а что делать, если человеку плохо? Нужно помочь. Ну, а чем ты занимаешься в свободное время? У тебя вообще есть свободное время? То, что это? А, нет. Отправить. У меня нет. Да, это не просто. Ух… Мне нужно обратно. Ух… Номрач autre. Ух… 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 Хм. Жукову выписываем, Парфенова тоже. И Лебедевой, подготовьте документы. Извините, а что с Лебедевой? Добрый день, а вы кто? Я брат. А, так все хорошо. Анализы хорошие, данные объективного наблюдения в норме, так что прямо сейчас можете забирать ее домой. Не болейте. Простите, а... Лечащий врач, я... Ну, поблагодарить хотя бы. Я передам вашу благодарность. Но Софья Михайловна очень занята. Подождите, а рекомендации... Идите, собирайтесь. Рекомендации вам принесут, и документы, и выписки тоже. Здравствуйте. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло? Здравствуй, Андрей. Это Таня. Вчера как-то все так неловко получилось. Здравствуй. Ну да, какая-то странная ситуация. Мне кажется, нам нужно с тобой поговорить. Я тебе все объясню. Зачем, Тань? Мы уже давно все друг другу сказали. И, честно говоря, у меня времени-то не особо. Ну, ты теперь работаешь с Егором, так что время от времени нам придется общаться. Поэтому лучше сразу расставить все точки на две. Какие точки? Дай мне двадцать минут, и я тебе все объясню. Ладно, пришли где и во сколько мы встретимся. Хорошо. Почему ты выписала Агату Лебедеву? Это моя пациентка, я считаю, что она была нездоровая. Ты мог хотя бы позвонить? А что случилось? Я ее осмотрел. Нет никакой необходимости в стационарном лечении. Я вела ее с самого начала, и могли быть нюансы, Валера. Нюансы? Нюансы это ее брат, с которым ты крокетничала постоянно, да? Ты сейчас серьезно? Вполне. Я тебе уже говорила, могу еще раз повторить. Андрей мой одноклассник. Все. Валера, если ты мне не доверяешь... Ну ладно тебе. Не злись. Давай после работы ты как? Поужинаем, кино посмотрим. Нет, я поеду домой. Мне надо подумать. Прости, задержался. Можно считать, мой теперь квиты. В прошлом ты меня подольше ждал. Что-то я такого не помню. Ну ладно, пусть будет так. О чем ты хотела поговорить? Вам меню или сразу что-то закажется? Сразу эспрессо, пожалуйста. Ничего не меняется. Да нет, Тань, все меняется. Просто остаются некоторые привычки. О чем ты хотела поговорить? Прости, у меня не так много времени ходить вокруг долгого. Хорошо, я хотела объяснить, почему я так поступила в ресторане. Понимаешь, Егор, ну, хороший муж, я за ним как за каменной стеной. Ну, кажется, он меня ревнует к каждому столбу. И вообще, ну, если бы он узнал, что мы с тобой одноклассники, он бы что-нибудь заподозрил. Ну, во всяком случае, он бы стал наводить справки. Ну, и узнал бы все о нас. И что? Это было много лет назад. Спасибо. И потом, это не повод врать своему мужу. Или что? Ничего не меняется? Ты до сих пор обижаешься. Ну, мы были такими молодыми, так... случилось. Прости. Евдокимов. Это из-за него ты меня бросил? Я уже сто раз пожалела об этом. Но... ведь прошлого не вернешь. Не вернешь. Тань, если это все, то я пойду, у меня много работы. Наверное, все. Я рада, что мы с тобой... что мы с тобой можем говорить как взрослые. У меня есть взрослые. А ты кого-нибудь видел из наших? А то я как-то всех так растеряла. Да... Недавно встретил Соню в центральной больнице. Она хирург. Сестру мою оперировала. Сестра все в порядке? Да, да. Все хорошо. А Сонина подруга... Василина, она вроде в столицу уехала учиться, да? Я не знаю. По-моему, отучилась на психолога и вернулась. А давай устроим встречи выпускников. В эти выходные. Так интересно посмотреть, какие все стали. Я не знаю, а как собрать у всех свои дела? Без проблем. Я все устрою. Ай. Соня! Соня! Сонечка! Прости, 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 прости. Я сволочь, я скотина. Ну что я могу поделать? Я ревную, сил нет просто. Потому что люблю. Ну что это за любовь такая? Ты мне не доверяешь. Я не доверяю. Я доверяю, Соня! Ну что мне сделать, чтобы ты поверила? Ну хочешь, на колени стану. Ты с ума сошел? Встань, сейчас соседи сбегнутся. Хорошо, устаю. Смотри, все как ты хочешь. Только прости. Ну идиот. Нет. Я подумала. Ну хорошо. Ты подумай. А пока ты будешь думать, я тебя отвезу на работу. Присаживайся. Извини. Пожалуйста. Посмотри. Нравится? Ну как? Хочу купить. Для нас. Ну если ты, конечно, меня простишь. Ну я еще не успела подумать. Но даже если я тебя прощу, этот дом стоит целое состояние. Ну об этом даже не думай. У меня деньги есть. Откуда? Ты же только купил эту машину, она же новая. Соня, пожалуйста. Ну не изображай себя наивную девочку. Вот сколько ты берешь в конвертах от своих пациентов? Это не вопрос, можешь не отвечать. Ты женщина, ты тратишь свои деньги как хочешь. Просто я мужчина. Понимаешь? И я хочу обеспечить свою семью в будущее. В каких конвертах я не беру деньги у пациентов? Да, они тебе сами летят с неба, а ты их не берешь. Да я не осуждаю. Все нормально. Вы будете в хорошем теле. Я не хочу вас облагодарить. Только не здесь. Пойдемте. Пойдемте. Благодарю вас. Не переживайте, сделаем отдельную палату. Спасибо, доктор. До свидания. Всего доброго. Ты все же освободилась? Пообедаем. Думаю, мы поспешили со свадьбой и всем этим. Похоже, мы с тобой слишком разные люди. Мне кажется, нам еще надо подумать. Поэтому, да, решил вернуться, попробовать начать что-то свое. Тем более, в родные места есть возможность вернуть историческую ценность городу. Пойдем потанцуем. Помнишь, как мы на выпускном танцевали? Пойдем. Может, попозже. Я тебя жду. Соня, ну наконец-то. Привет. Привет. Ну что ты так долго? Заждалась уже. Знаешь, тут как-то настроения не было, сама понимаешь. Слушай, ну из-за такой ерунды расстраиваться неправда. Пойдем. Отлечешься, выпьешь. Соня, привет. О, какая ты красотка. Спасибо. А можно тебя на минуточку? Если ты не против, конечно. Да, конечно. Пройдемся. Знаешь, меня до сих пор совесть мучает, что я с Андреем тогда... Я знала, что ты в него влюблена и видела, как тебе больно. Я не могла остановиться. Прости меня, ладно? Таня, ну ты что? Да, я была влюблена в Андрея, а он в тебя, но... Это все уже давно в прошлом. Соня, слушай, а вы с Андреем... Ну, если бы ты, конечно, захотела, мы могли бы быть вместе. Ты о чем-то? Ладно. Пойду я уже. Ты звони мне, если что, хорошо, а то я совсем одна и подруг вообще не осталось. Да, ты тоже звони. Ну все, я пойду. Пока. Пока. А ты не знаешь, кто это Сталин? А, так это ее телохранитель, водитель. Она хвасталась, пока тебя не было. Я его где-то видела и не могу вспомнить, где. Да кто его знает? Слушай, а что она от тебя хотела? Просто поговорить. Я ее очень одинок. Соня, ну что ты как ребенок? Она же не изменилась. Как была змеей, так и осталась. Такие люди не меняются. По-разному бывало. Тебе благодарность от Агаты. Ну, за рекомендации, которые ты ей присылала. Главное, чтобы она все выполнила. Прости, так по-дурацки получилось. Я даже не знала, что ее написали. А, да перестань. Ты здесь ни при чем. Я же вижу, как много тут гений делаешь. Как идет подготовка к свадьбе? К свадьбе? Думаю, не будет никакой свадьбы. Не будет? Нет. Я только сейчас поняла, насколько мы с ним разные будем. Ну, если честно, я этому рада. Таня, а если он придет? Не придет. Я ему звонила, он уже дома отдыхает. Не понимаю, зачем тебе понадобилась эта встреча? Что у тебя может быть общего с этими неудачниками? Ничего. Только какой-то из этих неудачников поможет нам решить проблемы с моим мужем. Мы избавимся от Егора. Получим все его деньги, я заберу сына. И нам больше не придется прятаться. Инна, ты со мной? Ловишь меня? Не струсишь? Я с тобой. Навсегда. Ну, рассказывай, о чем это вы с Андреем вчера шептались в полвечера. Спасибо. Как были в школе птичками-неразлучниками, так и остались. Я даже прощаться не стала, чтобы вам не мешать. Ну и зря мы ни о чем таком не шептались, просто разговаривали. Потом проводил меня домой, все. Что, и даже не целовались? Вот что у тебя в голове? Нет, конечно. Ну ладно, не злись, просто было сложно не заметить, как он на тебя смотрел. Никто ни на кого так не смотрел, не выдумывай, Вась. Мы просто разговаривали. Ну хорошо, не хочешь говорить, не говори. Мне все не дает покоя, зачем Тане эта встреча выпускников понадобилась? Она же, когда своего олигарха выскочила, никого из одноклассников в упор не видела. Мне кажется, это все из-за одиночества. Какого одиночества? Чего ты такая наивная, Светлова? Да и от нас точно что-то надо, вот тебе и все одиночество. Здравствуйте. Привет, Жень. Кофе будешь? Извините, не помешал? Софья Михайловна, не балуйте мне интерна. Жень, сходи в регистратуру и возьми карточки пациентов, которые сегодня записаны на прием. Хорошо, Василина Сергеевна. Человек в тебя влюблен, а ты издеваешься. Бессердечная ты, Вась? Я, между прочим, очень сердечная. Просто берегу этого человека от глубокой душевной травмы. Лев Михайлович, вам удачи. Там нет ничего сложного. Да, хорошо. А вы мне снимки. Стойте, стойте, стойте. Стойте, стойте, стойте. Ну что? Ты подумала? Да. Мне кажется, я пришла к выводу, что мы с тобой очень разные люди и не понимаем друг друга. Я думаю, никогда не поймем. Что за бред? Подожди, подожди, подожди. Это ты за одноклассником, да? Серьезно? Я же говорю, мы не понимаем друг друга. Тогда объясни, почему. Я не понимаю. Объясни. Просто объясни. Мне противно, что ты берешь деньги у пациентов. Так ты из-за этого? Хорошо. Да, пациенты меня благодарят. Но что в этом плохого? Это не благодарность, а взятка. Я долго не могла понять, почему ты с одними пациентами носишься, а на других не обращаешь внимания. А теперь я поняла. Ты стараешься только для тех, кто платит, а на остальных пациентов тебе это просто наплевать. Просто я не дискутирую по поводу определений, Соня. Я известный хирург. И имя, и репутацию я заработал честно. Да, меня ценят. И вот эти деньги, которые мне дают, это и есть подтверждение моей ценности. А я считаю, что каждый пациент имеет право на максимальную помощь. Есть у него деньги или нет. Как же я обожаю, когда ты злишься. Ты такая красивая, Соня. Я же думаю только об одном. Как тебя сделать счастливой и обеспечить нашу будущую семью больше ни о чем. Извини. Да. Ургентная после ДТП? Да, третья операционная. Готовьте. Не вовремя. Я закончила. Устанавливайте дренаж и зашивайте. Справитесь? Держи. Зажим. Соня, подойди. Пинцет. Не могу к Вене подобраться. А вот. Пинцет. Зараза. Кровит. Я не пойму, откуда кровь. А ну. Зажим. Я держу. И еще зажим. Нашла. Зажим. Отойди, я лучше с ним. Отойди, я ты сам дальше. Коагулятор. Полина Кравцова, девочка попала в аварию с родителями. Она сейчас вибрационной. Она в шоковом состоянии, не отвечает, ни на что не реагирует. Здравствуйте. Здравствуйте, Полина. Я врач. Василина Сергеевна. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Ты отдыхай, а мы потом поговорим. Привет! Был в кафе неподалеку и решил, что ты с утра ничего не ела. Или я не угадал? Угадал. Просто была такая тяжелая операция, что силу не даже чаю выпить. А, понял. Ну, значит, потом перекусишь. Сейчас, отдыхай. Но учти, вечером я должен накормить тебя основательно. Я пришлю смс-ку, где его сколько? Да? Я пошел. Спасибо. Собственно говоря, будем действовать по плану. Сначала демонтаж первого этажа, второго. Потом перейдем уже к отделке непосредственно стен. Привет. Егор столько рассказывает об этой нашей будущей жемчужине. Я решила глянуть сама. Нечего смотреть. Одни руины. Да? Ну, так расскажи мне, как все будет потом. Туда нельзя. Техника безопасности. Жаль. Тогда поехали кофе попьем. Послушай, ты же сама говорила, что Евдокимов тебе ко всем ревняет. Зачем нам обоим неприятностям? Я раньше не замечала, что бы ты кого-нибудь боялся. Неужели ты моего мужа испугался? Думай, что хочешь. Пока. Я думаю, что Полину Кравцову нужно дообследовать. МРТ и КТ сделали, но я бы еще назначил эхэнцефолографию. Она покажет, есть ли смещение мозговых структур и насколько. Ну, хорошо. Вот и займись. Паш, привет. Встретиться... Слушай, я сегодня никак не могу. Мне надо сына из сада забрать, да и потом его оставить не с кем. Ну, значит, в другой раз. Ну, хорошо. Пока. Василина Сергеевна, если вы мне доверите, то я могу посидеть с Кирюшей. Серьезно? Ты готов потратить вечер на моего сына, пока я буду на свидании? Ну, а что здесь такого? У меня двое младших братьев. Опыт есть. Ну, ладно, если тебе нечем заняться. Сейчас только зайдем в детский сад, я заберу Кирюшу, заведу вас домой, оставлю и пойду. Прости, представляешь, привезли перед самым концом смены ургентного больного. Спасибо. Прости, какого больного? Ургентного. Ну, в смысле срочного. Там ничего сложного, просто аппендицит, но пришлось задержаться. Соня, точно все в порядке? Да, просто у нас такой дурдом на работе. Мне кажется, медики поэтому и встречаются с медиками, потому что ни один нормальный человек этого не выдарит. Не знаю, я бы, наверное, с ума сошел, если бы моя девушка архитектором была. На работе эти пилястры, амфилады, балюстрады, потом еще дома эти пилястры. С тобой вот новые слова узнаю. Ургентный. Это же классно. А скажи еще что-нибудь на своем медицинском... Нет, твоя очередь. Хорошо, сейчас я тебе загадаю что-нибудь. Вы готовы сделать заказ? Уже определились? Честно говоря, я не знаю. Так, может быть, вы закажете для своей девушки? Для своей девушки? Конечно, сейчас закажу. Давайте салат с креветками авокадо и дорадо на гриле. А мне стейк и картофель фри. Угадал? Да, только стейк и картофель фри мне. Люблю поесть. Я, вот, признаться, не очень большой любитель театра. Но в данном случае был неправ. Прекрасный спектакль. Я и поплакала, и посмеялась. Здравствуйте. Мне вот этот букет, пожалуйста. Пожалуйста. Вот. Спасибо. Ну, теперь я как настоящая клумба. Мы уже здесь праздновали выпускной, ты помнишь? А помнишь, мы говорили на выпускной, что можем разъехаться кто-куда, а он здесь останется. Интересно, наш замочек тут висит еще? Раз, два, три. Кажется, здесь. Да ладно. Я больше никуда не хочу от тебя везти. Привет. Привет. Спит? Да, спит. Мы сделали все, как вы сказали. Сначала Кирюша поужинал, потом мы с ним сложили конструктор, потом в душ и спать. Перед сном еще немножко почитали. Основы психологии. Шучу. А про подделку забыли, да? Чего сразу забыли? Вот, семейство милых ежей. О, прикольно. Жень, из тебя выйдет хороший нянь. Ты не думал о смене профессии? Как прошел ваш вечер, Василина Сергеевна? Отлично. Ну, я тогда пойду. Ага, давай. Жень, спасибо тебе большое, ты, правда, меня очень выручил. Встретимся завтра на работе. До завтра, Василина Сергеевна. Всем привет. Привет. У меня вчера было свидание с Павлом. Шикарное. Погоди. А ты вся светишься. Так. Дай-ка я попробую угадать. Это Андрей. На этот раз угадала. Мы теперь, кажется... В общем, мы теперь вместе. Наконец-то. Теперь пойдем, ты мне все расскажешь. Пойдем, пойдем. Любовь моя. Сегодня была фантастическая ночь. Да, это правда. Ты у меня самый лучший любимый. А вот это... Точно правда. А я вчера посмотрела твой купеческий дом. Мила, это прекрасный проект. Только ты мог придумать, как из этой рухляди сделать настоящее произведение искусства. Какого черта ты там делала? Ну, я просто мимо проезжала. Решила заглянуть. Ну, ты так увлечен этим проектом. Ну, я даже ревную. Кстати, видела там твоего архитектора. Как его зовут? Андрей, да? Тебе какая разница? Как его зовут? Сколько раз я просил не совать нос в мои дела? А чем мне заняться? Нормальные женщины занимаются детьми. Работают. А я? Сын за границей. На работу не пускаешь. В доме стая прислухи. Кухарка, горничная, садовник. Чем мне заняться? Я скоро сдохну тут от скуки. Не знаешь, чем заняться? Приберись. КОНЕЦ КОНЕЦ Привет, Тёмочка. А у меня для тебя хорошие новости. Маленький, тебе осталось совсем чуть-чуть потерпеть. Ты уговорила папу? Почти уговорила. Я. Ну что, как они? Кравцов стабилизировался, все показатели в норме. А вот она, не понимаю, ей всё хуже и хуже. Температура высокая и не падает. Это похоже на воспалительный процесс. Надо сделать УЗИ и проверить кровь. Я думаю, без повторной операции не обойтись. Я скажу, чтобы готовили операцию. Доброе утро, Полина. Как ты? Я разговаривала с врачом, который лечит твоих маму и папу. Они поправляются и скоро вы сможете увидеться. Результаты обследования готовы? Да. Никаких физиологических повреждений нет. Так что лечение только психотерапевтическое. Я изучил вопрос, и если вы не против, я сам бы мог заняться её лечением. Кажется, у меня получится. Так кажется, или получится? Получится. Точно получится, я уверен. Ну что ж, ежедневно составляйте отчёт о состоянии здоровья. Будем смотреть, есть ли динамика. Ну что, демонтаж первого этажа сегодня закончится? Постараемся, там одна перегородка осталась. Мы уже сами сказали, историческая ценность, так что мы осторожненько. Хорошо, не забывайте, что у нас дедлайн на следующей неделе. Успеем. Продолжение следует... Видел сегодня с утра дядю. Он как ошпаренный выскочил из дома. Так я ему сказала, что я ездила на стройку, увиделась там с Андреем. Слушай, ты объясни поаккуратнее, он же бешен. Ничего. Я потерплю. Не в первый раз. Главное, чтобы он поверил, что между нами с Андреем что-то есть. А на самом деле? Ну, конечно, нет. Я все делаю ради нас, с тобой и ради Тюмы. Помоешь машину и отвезешь вещи в химчистку. Хорошо. Почему мы болтаем по телефону? Обед еще не готов, а ты где-то разгуливаешь. Простите. Игорь Петрович, здравствуйте, а мы что, договорились о встрече? Значит, о встрече с моей женой ты заранее договаривался? Если вы имеете в виду ее вчерашний визит на объект, то нет, не договаривался. Учите, парень. Если я узнаю, что вы с ней, что между вами что-то есть, вы меня держите за идиота, я тебя раздавлю. Уничтожу. Ты понял? Значит, во-первых, не завожу отношения с замужними женщинами. А во-вторых, не позволю разговариваться мне в таком тоне ни на эту, ни на другую тему. Тем более, еще мне угрожает. Еще раз повториться, немедленно расторгну наш договор. Молодец, Андрюха. Сказал, как отрезал. Сам такой. Ладно, не буду мешать. Давай, работай. Ужас какой. Что, катетер оставили? Сушите пока. Ты представляешь, что было бы, если бы он попал в кровоток? Это же мгновенная смерть. Тоня, вы с Катей устанавливали дренаж и зашивали после операционной рану. Как это вообще было бы возникнуть? Я абсолютно уверена, что все сделала правильно. Да и Катя бы заметила, если бы я это оставила. Ладно, все равно за результат операции отвечаю. Шьем. Это ты катетеру Кравцовой и брюшной полости оставила? Чтобы Светлова подставить? Совсем, что ли, мозгов нет? А если бы, если бы пациентка умерла? Да что ты раскудахтывалась? Не умерла же. И потом все равно никто ничего не докажет. Катя, ты, конечно, моя подруга. И я понимаю, что тебе обидно, что он предпочел ее. Но это уже конкретный перебор. Софья Михайловна, мне кажется, вы что-то недоговариваете. Вы что, боитесь обвинить кого-то из персонала? Я считаю, что это моя зона ответственности. И я должна была тщательнее все проверить. Поэтому, Александр Борисович, мне кроме себя винить некого. Эта оплошность у Софьи Михайловны произошла в первый раз. Главное, что она вовремя обратила внимание и исправила ситуацию. Правда? Вы же знаете, Соня, доктор Светлова. Моя лучшая ученица, она прекрасная хирург. И мы работаем много лет вместе. Я за нее головой выручаюсь. Хорошо. Хорошо, ваши аргументы принимаются. Ну, вот передо мной рабочий график Софьи Михайловны. Я вижу, что оперирует она каждый день. Иногда проводит по нескольку операций. Как самостоятельно, так и ассистируя вам, Валерий Николаевич. Но работать в таком ритме крайне тяжело. Есть понятие человеческого фактора, который никто не отменял. Да и элементарная усталость накапливается и приводит к ошибкам. Я не устала. Софья Михайловна, с завтрашнего дня я отстраняю вас от операций и перевожу в приемное отделение. Там тоже нужны хорошие специалисты. А сейчас сидите домой и отдохните. Пытался уговорить Борисовича, но ни в какую. Спасибо тебе, Валерий. Я не ожидала, что ты так вступишься за меня. Погоди, погоди, погоди. Соня, во-первых, мы не чужие люди. А во-вторых, я как никто понимаю, что значит для хирурга не иметь возможности оперировать. Я все время думаю, откуда взялся этот катетер. Соня. Для тебя сейчас главное, мне кажется, это не быть одной. Хочешь прямо сейчас поедем за город? Подышишь, расслабишься. Тебе необходимо успокоиться и прийти в себя. Ну? Наверное, я не знаю. Я что-то вообще ничего не знаю. Зато я знаю. Соня. Я всегда рядом. Всегда готов тебя поддержать. И подержу. Я многое понял за эти две недели. Соня. Ты для меня важнее всего. Если для тебя это так важно, пожалуйста, я тебе обещаю. Больше никаких благодарностей. Правда. Это не важно. Обойдемся без них. Валера, я... Я очень ценю твою поддержку и то, что ты сейчас говоришь. Но сейчас... Я пойду, ладно? Соня. Привет. Соня, что происходит? Ты не отвечаешь на мои сообщения. Что ты не так сделал? Меня отстранили от операции и неизвестно, насколько. Он считает, что я устала и поэтому ошиблась. А я не ошиблась. Я не устала. Но он даже слушать ничего не хочет. Он это кто? Александр Борисович, наш главврач. Соня, но это же не навсегда. Ведь так? Это же временно. А потом, может, и правда сделать перерыв, переключиться? Ты просто не понимаешь, насколько для меня это важно. Я могла сутками не спать. Я училась, работала и знала, для чего живу. А теперь, получается, это никому не нужно. Понимаешь? Осторожно, держи. Алло. Да, Паш. Привет. Да какие планы на выходные? Ну, как куча дел. Да, постирать, поубирать. Обед приготовить. Как жаль. Я хотел пригласить тебя в одно интересное место. Это за городом. Свежий воздух. Ресторан, бассейн. Отель. Ты вовремя. Слушай, ты на выходные как? Работаешь? Нет. Может, ты посидишь с Кирюшей, пожалуйста? Хорошо. Что, все нормально? Угу. Здрасте. Паш, ты знаешь, планы поменялись, так что я могу ехать с тобой. И главное, все так одновременно, и свадьбу отменила, и от операции отстранили. И Андрей. Ну, Андрей, что? С утра же все хорошо было. Да. Мне кажется, у нас ничего не получится. Он другой. Он не понимает, что для меня означает это отстранение от операции. Ну, вроде как, что здесь такого? Мы на разной волне. А с Костомаром ты, значит, на одной волне. Представь себе, да. Он такой же, как я. Ну, в смысле, работаю. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Как хорошо, что ты позвонил. Я сама собиралась. Я почувствовал. Привет, Валера. Привет. Знаешь, я тебе никогда не рассказывал, но... Меня однажды тоже отстранили от операции. Думал, с ума сойду. В один миг вся жизнь потеряла всякий смысл. Да, я вообще не знаю, что теперь делать. Ничего, Соня. Я все сам сделаю для того, чтобы тебя вернули в операцион. Ты нужна пациентам и... Соня, ты очень нужна мне. Спасибо, Валер. Давай не будем об этом сейчас. Все-все-все, извини. Я просто вырвалась. Пусть у нас с тобой сейчас... Очень непростые отношения. Я бы даже сказал, сложные. Но мы же всегда поняли друг друга. Правда? Просто помни, что я всегда рядом. Угу. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Мил, мне пора. Он скоро проснется. Нет, 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 нет. Как же он мне это все достал. Прятаться по углам. Если ты знал, как я ее ненавижу. Я тоже. У нас скоро все изменится, милый. Я скоро все устрою. Как? Да все просто. Мне нужен громкий скандал. Чтобы все увидели, что Евдокимов и Андрей стали врагами. Зачем? Нужно, чтобы как можно больше людей подтвердило, что у Андрея был мотив убить моего мужа. Василина Сергеевна Полина заговорила. Представляете? Мне удалось ее разговаривать. Оказывается, родители в машине очень ругались. Отец замахнулся на мать, потерял управление и машина врезалась в столб. И у девочки на испуг наложилось чувство вины. Потому что родители ругались из-за того, с кем она останется после их развода. Разговорить с ребенком – это самое сложное в психотерапии. И дать ей возможность выплеснуть стресс – это очень круто. Правда? Просто дети – это же целый мир. Мне кажется, я их чувствую. И главное, мне с ними интересно. Давай сделаем так. Ты продолжай заниматься с девочкой, а я поработаю с ее мамой и папой. Потому что, как мы знаем, в большинстве случаев терапия нужна не детям, а их родителям. Спасибо. Спасибо. Вот увидите, я вас не подведу. Спасибо. Расслабьтесь, пожалуйста. – Болит. – Я понимаю. А тут? Острый панкреатит по всем признакам. Вы молодец. Все будет хорошо. Везите на КТ и сделайте развернутый анализ крови. Ребят, везем. Соня, может, потом чайку попьем, а? Да, потом попьем. Вот, возьмите. Здравствуйте. И зачем так нервничать такой красивой женщине? Привет. Замученная. Жутко. Столько пациентов, но я первый раз за одним приседом. Я знаю. Я сам интернат в приемном покое работал. Забыл тебе показать. У меня же статья вышла. – Да ладно. – Секунду. Так. Не смотри. Когда ты успел ее написать? Секрет. Тыкс. Ладно. Можно. Робот-ассистированное вмешательство в таракальной хирургии. Валерий Костомаров. Обалдеть. Это же совсем новые возможности. Угу. Меня недавно эта тема заинтересовала. Хочу ее у нас внедрить. Василина Сергеевна, вы мне так помогли тогда, когда я здесь в стационаре лежала. Поэтому я сразу к вам. Ну, правильно, Вер. Какие у вас жалобы? Голова болит очень сильно. Давление скачет. Не сплю совсем. В общем, все как тогда, когда я к вам первый раз попала. Вчера даже сознание потеряла. Я назначу вам обследование. Мы определим вас в стационар. Нет, доктор, пожалуйста, я не могу в стационар. Почему? Понимаете, я узнала, что мой муж... У него есть другие женщины. И если я сейчас лягу в больницу, боюсь, он от меня просто уйдет. Вера, скажите, а... Ваше состояние ухудшилось после того, как вы узнали об изменах мужа? А с мужем вы обсуждали эту ситуацию? Нет. Я... Я абсолютно не знаю даже, как на это все реагировать. И мне очень плохо. Пожалуйста, помогите мне. Стресс вызвал рецидив депрессивного невроза, от которого вы у нас лечились. Вам нужно стационар. Тогда на этом все. Коллеги, всем спасибо. Давайте приступать к своим рабочим обязанностям. Игнат, здесь нужно установить блюстрату, как было и значительно. Хорошо, сделаем. Зачем пришла? Может, не здесь? Удели мне немного времени. Пожалуйста. Валерий Николаевич. Здравствуйте. Подождите минуту. Привет. Привет. Здравствуйте. Софья Михайловна. Пожалуйста, проходите. Спасибо, доктор. Да что бы, не стоит благодарности. Я хочу извиниться. Я знаю, что Егор к тебе приходил, угрожал. Мне правда очень стыдно за него. И, зная все это, ты снова сюда пришла. На глазах у меня в калитре. Таня, честно скажи, что ты хочешь от меня? Честно? Хорошо, давай честно. Я хочу, чтобы мы снова были вместе. Вместе. Нет, Таня, я уже давно все забыл. Да и по правде говоря, не очень вспоминать-то хочется. Ну разве нам было плохо, Андрюша? Ну вспомни, как мы были счастливы. Да нет, это была просто детская влюбленность. А сейчас между нами ничего не может быть. Очень странно, что ты этого не понимаешь. Извини, у меня много работы. Всего доброго. Давай покажу. Встань со стола. Войти могут. Ну и что? Мы же свободные люди. Прекрати. Понятно? Когда надо, Кате, сделай что-нибудь. И Катя, как дура делает, рискует, между прочим, своей карьерой. А теперь, конечно, Катя, прекрати. Да потому что ты не головой думаешь, а другим местом. А тебе пациентка умерла. Ты соображаешь вообще? А что еще можно было сделать, чтобы Соньку отстранили от операции? Ты же сам просил подстроить все так, чтобы это выглядело, как врачебная ошибка. И вот теперь, когда я сделала все, ты вдруг недоволен? Все, забудь. Я тебя ни о чем не просил. Я сам за мной эту историю. Ну, конечно, за мной уж. Только теперь я понимаю, что ты меня использовал, чтобы Соньку себе вернуть. Слушай, она тебя уже простила, да? Ты же теперь рыцарь на белом коне. Катя, мы с тобой много раз все обсудили. Я тебе честно сказал, я хочу жениться на Соне. Давай. Давай. А ты знаешь, что все на тобой смеются? Как ты из кожи вон лезешь, чтобы с ней помириться. Она тебя бросила перед самой свадьбой, ты до сих пор за ней бегаешь. Это ж надо так себя не уважать. Вышла из кабинета. Вышла, я сказал! Соня, я знаю точно, кто тебя подставил. Я теперь точно уверен, что ты не виновата. Я знаю, что я не виновата. А кто это подстроил? Тоня? Точно нет. Катя, да? Она давно на меня как-то странно смотрит. А что я сделала? Вернись ко мне. Соня, не могу без тебя, слышишь? Совсем не могу. Просто не могу. Валера! Ты будешь оперировать, только вернись ко мне. Что это значит, Валера? Это значит, что я для тебя все сделаю. Все, что ты пожелаешь. Только вернись, Соня! Обе руки! Соня! Почему посторонние в ординаторской? Мне охрану вызвать? Думаю, это не в ваших интересах. Ты уволена. Я не смею появляться в отделении. Хорошо, что ты пришел. Господи, мы столько лет работали с ним вместе. Я думаю, ближе человека нет. Я сама же за него забиралась. Как я вообще могу этого всего не видеть? Куда сегодня Таня ездила? Ну, сначала в фитнес, а потом к вашему архитектору в офис. Какого черта? И что она там делала? Ну, об этом она мне не докладывает. Сказала, вези я и повез. Только вышла оттуда какая-то зареванная. Зареванная? Да. С чего? Откуда мне знать? Та ревела всю дорогу. И потом уже дома, когда я ее привез, закрылась у себя в комнате. Да что ж за хрень-то такая? Я на выставках со студенческих лет не был. А это, оказывается, так здорово. Я еще думала приглашать тебя, не приглашать. Ну, я рада, что тебе понравилось. Знаешь, я когда смотрю на картины, всегда интересно, о чем думает художник. Ведь как? Обычный человек берет обычные кисти, обычные краски. Получается волшебство. Чудо. Это ты чудо. Ты такая. Какая? Нежная. Хрупкая. Вот такая. Мне такого никто не говорил. Паш, спасибо. Не надо бежать. Сад скоро закроется. Не хочу тебя отпускать. Может, мне правда надо бежать? Извини. Кирюш расстроится, если я его вовремя не заберу. Нет. Что? Опять на архитектуру потянула? Или на архитектора? Что там у вас с ним? Давай, рассказывай. Давай. Чего ты к нему таскаешься? Егор. Прости. Прости меня. Мне нужно было сразу тебе все рассказать. Значит, есть что рассказать? Нет, Егор! Удобай, успокойся. Я тебя прошу. Давай поговорим с тобой. Он шантажирует меня. Держи. Спасибо. Давай. Только пусть остынет немного. Я помню, что ты любишь не слишком горячее. И что без сахара. Но с конфетами. Надо же, ты помнишь. Здорово, когда кто-то помнит, как ты любишь пить чай. А я вот что-то забыла, что я люблю на самом деле. Как будто себя потеряла. Ну, что ты имеешь в виду? Я не знаю, что мне делать после выходных. Вернуться в отделение, как ни в чем не бывало. Или молча уволиться. Сменить больницу. Или вообще уехать в другой город. Ну что, все бросить и начать с нуля? Саня. Я понимаю, что для тебя значит твоя работа. Не надо никуда уходить. И уезжать из города тем более. Не сдавайся. Да, я, конечно, ничего не понимаю о ваших делах, в больницах. Но я всегда буду на твоей стороне. И поддержу тебя. Не знаю, зав. отделением, авторитет и к его мнению очень прислушиваются. У него везде связи. Он, правда, может перечеркнуть всю мою работу и сломать мне жизнь. Ну, значит, я подключу юриста. У меня отличный специалист. Саня. Я не хочу сегодня уезжать. Мы учились с Андреем в одном классе. Он был в меня влюблен. И я. Мне казалось, что я тоже. А почему же ты сразу не рассказала? Хотела опять прыгнуть к нему в пассейн? Нет, 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 Егор. Ну, нет, ну, 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 зачем он мне нужен, Егорушка? Я люблю только тебя. Любишь? Люблю. А сейчас ты меня дураком выставила? Тогда в ресторане. Егор, Егор. Я хотела сказать, но он сделал вид, что он меня не знает. А я... Что? Я испугалась, что ты рассердишься. Я уже сто раз пожалела об этом. Ну, уже поздно было. Я хотела с ним поговорить, чтобы он отстал. Ну, он позвонил мне и заявил, что он подсчитал. И у него получилось, что Тема от него. Нет, Егор. Нет, Егор. Он просто хочет с меня содрать денег. Егор, Егор. Тема, твой сын. Ну, хочешь, мы завтра полетим к нему и сделаем тест ДНК. И ты сам убедишься. Я знаю, что он мой сын. Артем мой. Мы с ним как две капли. Егор, 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 он страшный человек. Егор, Егор, спаси меня от него. Он разрушит все. Он разрушит нашу семью. Нашу любовь. Ты там Phariseи? Как тебе? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так тихо! Подожди! Ужас! Давай! Спасибо! Хорошо, что выбрались! Спасибо тебе! Какие у тебя планы на будущее? Ну... Ну... Вообще! Жить... Долго и счастливо! С тобой вместе! Серьезно! Давай! Долго и счастливо! Я согласна! А Андрея сегодня нет! Он с утра позвонил, распоряжение на день дал! Давайте я его сейчас... Не надо никого набирать! Давай! Распускай все! И закрывай нафиг! Как распускай? А... А работать? Закончилась твоя работа! Финит, аля комедия! Ну... Вы, наверное, знаете, что наш зав. отделение психотерапии... ...уходит на пенсию! Да, слышала! Жалко! Михаил Львович замечательный человек! Да! И это правда! А на свое место он рекомендовал вас! Спасибо! Вы это серьезно? Во всяком случае, я подобным вещам не шучу! Спасибо! Я... Александр Борисович, вы не пожалеете! Я не подведу! Вот увидите! Да я, в общем-то, и не сомневался! Так что идите, принимайте дела! В добрый путь! И желаю удачи! Спасибо! Неожиданно просто! Здравствуйте! А где наш доктор? Здравствуйте! Проходите! Она сейчас подойдет! А, да? Я сегодня не одна с мужем! Василина Сергеевна попросила, чтобы он меня встретил, когда я буду из больницы выписываться! Проходите, пожалуйста! Присаживайтесь! Павлуш! Заходи! Добрый день! Здравствуйте! Меня зовут Евгений Васильевич! Я врач-интерн! А Василина Сергеевна сейчас подойдет! Слушай, Верочка, я совсем забыл! Мне же еще в суд надо сегодня! Клиент будет очень нервничать, если я опоздаю! Так что, знаешь, давай рассылочиться тебе... Здравствуйте, Василина Сергеевна! Это мой муж Павел! Вот приехал за мной, как вы и сказали! Спасибо! Здравствуйте, Павел! Я подготовила все документы для выписки. Тут ваша карта. Вот, возьмите. Соблюдайте режим. Больше бывайте на свежем воздухе. И самое главное... Не нервничайте. А еще я хотела сказать вам, Павел... Как самому близкому человеку Веры... Ей сейчас нужна ваша поддержка и любовь... Но я думаю, что вы это и так сами понимаете. Спасибо вам. Будьте здоровы. Давай потанцуем. Но здесь никто не танцует. Это потому, что кроме нас с тобой никого нет? Но здесь и музыки нет. Сейчас будет. Можно включить какой-то мозг? Да, конечно. Спасибо. Тебе звонят. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Василина Сергеевна. Василина Сергеевна. Что случилось? Ничего. Ничего. Ничего нового не случилось. Евгений Васильевич, нам надо попеседовать. Два, тери минуты. Спасибо, что не выдала меня жене. Поверь, я сам собирался ей все рассказать о нас. Думаю, станет легче и все расскажу. Ну, ты же понимаешь, Василинка, милая моя, ты не сердишься. Какая ты у меня умница. Честное слово, я только тебя люблю. А Вера, это пройденный этап. Истеричка, ну, ты же могла меня поранить. Еще доктор называется. Субтитры создавал DimaTorzok Объект я закрыл. Выставил охрану. И взял всю документацию. А этот подонок? А его не было. Работничек. Устроил себе выходной. Еще. Завтра он явится за объяснением. И тогда... Иди сюда. Сюда. Давай я с тобой пойду. Друга на пять начнет. Я справлюсь. Уверена? Все хорошо. Пока. Привет, Саня. Привет. У тебя есть минутка, нам нужно поговорить? Да, у меня тоже новости. Пойдем кушать? Я не успела позавтракать. Это ужас какой-то был. Причем Валера раз кричался, бросался на меня. Я так перепугалась, если бы Андрей не пришел. И когда пришел Андрей, Валера крикнет, что все, ты уволена и больше в отделении не появляйся. Я правда не знаю, что мне делать. Я идти к главврачу, ему все объяснять или самой уволиться. Даже если объясню главврачу, я расскажу все, что произошло, он меня поймет. И как мне теперь с ним работать, я вообще не понимаю. А ты что скажешь? Вася. Скажу, что все они одинаковые. И мой раз прекрасный Паша тоже оказался козлом. В смысле? Уточню. Женатым козлом. Мне очень жаль. Как ты узнала? Не важно. Да, слушай. Я поняла, сейчас буду. Меня к главврачу вызывает. Созвонимся потом, хорошо? Да, иди. Все будет хорошо. Ну ладно. Да, иди. Софья Михайловна. Я все обдумал, взвесил и принял решение, что вас, лучшего нашего хирурга, от операции лучше не отстранять. К большому сожалению, мы иногда делаем ошибки, но главное их осознать и в дальнейшем не повторять. Спасибо. А Валерий Николаевич, он просто мне сказал, что... С ним я уже переговорил. Так что приступайте к своим обязанностям. Я полагаю, что там вас уже заждались. Валера, постой. Я понимаю, ты обижен. Если ты не сможешь работать со мной, я уволюсь. Нужна будет характеристика и какое-то время, чтобы найти другое место. Но мы же взрослые люди. Я очень надеюсь, что все это не помешает нам работать вместе. Иди, готовься к операции. Сереж, а вы все где? Что? Нет, это невозможно. Столько бумаг. Да, но ничего не поделаешь. Думаю, надо все это отсканировать. Пора все-таки начинать работать в цифре. Да в какой цифре? Тут только, чтобы перечитать, нужно отказаться от семьи, от больных. На какой черт я только согласилась. Василина Сергеевна, я сейчас рассортирую бумаги, систематизирую, вычленю самое важное, и потом вы все просмотрите. Только не переживайте так. Вместе мы обязательно со всем этим быстро справимся. А что значит вместе? У тебя что, совсем в своей жизни нет? Чего ты ко мне прилип? Я хочу помочь. Нет, это ты из жалости. Так вот, знаешь, что я в ней не нуждаюсь. Я большая девочка, меня много раз предавали, и я справлюсь с этим. Сама. Здравствуйте. Добрый день. Вы к кому? К господину Евдокимову. Андрей Лебеев. Сейчас прошу. Я уже нашел нового подрядчика. Он посмотрел проект Лебедева и сказал, что все сделает. И даже дешевлю им. Не думаю, что Лебедев так просто отдаст вам этот проект. Да если он хоть что-нибудь пикнет, я его закопаю. Я требую объяснений, почему вы закрыли стройку. Что? Ты еще что-то требуешь. Ну да. Почему? Так, спокойно. Давайте без рук. Даже не думайте, что я отступлю. Ты уволен, придурок. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Привет. Нужна твоя помощь. Нет, юридическая. Да у меня, по-моему, проект отжимают. Да, давай. До встречи. Егорушка, привет. Как ты? Нормально. Что ты хотела? Егорушка, мне что-то как-то совсем нехорошо. Ты можешь приехать? Прямо сейчас? Выезжаю. Вхожу в полость по латеральной стороне от периферии к центру. Зажим. И локализую место разрыва, чтобы остановить кровотечение. Черт. Течет, зараза. Промахни, чего стоишь? Катя, не спи. Я не понимаю, откуда кровь. Зажим. Еще. Еще. Сушим, Катя, сушим. Мне кажется, меня там еще. Тампон. Катя, я ничего не вижу. Много крови, Катя! Могу так работать. Черт. Ты хочешь сказать, я не там ищу? Скальпель. Зажим. Ножницы Купера. Нашла. Еще зажим. Коагулируем сосуды. Все. Зажим. 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 Андрюша, зачем ты пришел? Меня муж просто убьет. Да он сам мне здесь встречу назначил. А что с тобой? Кто это сделал? Муж. Муж, ты просто не представляешь, в каком я кошмаре живу. Он раньше хоть по лицу меня не бил, а сегодня просто озверел. Да у меня вообще уже живого места нет. Андрюша, ну подай мне, пожалуйста, вот и стакан, вон там графина. Спасибо. Он всегда чувствовал, что я его не люблю. Но когда ты приехал, он вообще будто с тебе сорвался. Отпусти меня! Не смотри, меня трогай! Егор! Егор! Он поймал со мной, он хотел меня изразиловать! Ты ж мразь! Да что ты несешь вообще такое? Вы же меня сами сюда пригласили, я и приехал. Тебя? А себе в дом? Спокойно. Ты что, сдурел? Я задавлю тебя, мразь! А ну-ка! Цирк какой-то! Если вы это все устроили, чтобы меня кинуть, у вас ничего не выйдет. А ну, а теперь с тобой разберемся. Егорушка, я не виновата, Егорушка. Честное слово, посмотрю, что он сделал. Егор, Егорушка. Пошла вон из моего дома, брат! Сына я у тебя через суд заберу. И не попадайся мне на глаза. Все. Все. Я ее когда-нибудь завалю. Зачем себе жизнь портить? Не хватало, чтобы вы из-за нее на нарах оказались. Видеть эту шалаву не могу. Так. Давайте я вас отвезу на квартиру. Отдохнете, выспитесь. А завтра с утра и придумайте, что с ней делать. Хорошо, поехали. А сам возвращайся. И чтобы голос с ней не спускал. Да? Привет. Как дела? Привет. У меня... Да нормально все. Что у тебя? Представляешь, мне снова разрешили оперировать. Ну, это же здорово. Значит, ты всех победила. А как, Костомаров не мешает? Нет. Мы даже сегодня вместе оперировали. Пациента с того света вернули. Буквально. Я думаю, он остыл и... Больше не будет делать глупостей. Ну, это очень хорошо. Соня, ты освободилась уже? Давай я за тобой заеду. Я очень хочу. Но у меня сегодня ночная смена. Ну, тогда до завтра. Я уже отключаю. Я тоже. Пока. Пока. Целую тебя. Я уже отключаю. Алло. Андрюш, я тебя прошу. Умоляю, не клади трубку. Он меня снова избил и уехал. Вызови скорую. Обратись в полицию. Я не имею ни малейшего отношения к вашим семейным разборкам. Он меня убьет. Значит, еще раз повторяю. Вызови полицию. И услышь ты меня, наконец. Мы чужие люди. Нас ничего не связано. Все. Пока. Нет, Андрюш, я тебя умоляю. Выслушай меня. Ты не понимаешь. Я боюсь за сына. За нашего с тобой сына. Что? Давай, иду и обратно. Если этот явится, сразу звони. Я его исполнил, Игорь Петрович. Здорово, братишка. Как сам? Ну да. Слушай, мы ведь твою выписку так и не отметили. Ну? Так я в магаз смотнусь и сразу к тебе. Давай. Если это снова подстава? Нет. Егор, но он в городской квартире. Андрюша, спасибо, что ты приехал. Мы с ним так похожи. И глаза, и волосы. Он даже разговаривает-то как-то. Почему ты мне ничего не сказала? Я узнала, что у меня будет ребенок уже после того, как ты уехала в столицу. А позвонить не могла? Ну, позвонила бы, и что? Что дальше? Ты бы не стал поступать, примчался бы сюда. А я никогда не смогла бы себя простить, что испортила тебе жизнь. Я бы никогда не оставил своего ребенка и что-нибудь придумал. А ты просто нашла себе богатого мужика. Нет. Вот мама все устроила. Ты не представляешь, какая я была тогда растерянная. Мне ей было 17 лет. Я дура дурой. Я же даже на аборт с перепугу пошла. Врач мне сказал, что мне нельзя делать, потому что я могу умереть. Ну, я тогда рассказала все маме. Она меня познакомила с Евдокимовым. А твой Евдокимов, он что, не понял, что ребенок раньше времени родился? Нет. При родах поделали документы. И получилось так, что ребенок родился раньше срока. На восьмом месяце беременности. Мама все устроила. Руслан, я заметила, что ты ушел. Он вылакал столько бухла, что проспит до утра, как суслик. На, смотри, смс-ку с адресом. Есть. Помоги мне, что ты стоишь. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. 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 Здравствуйте. Сильный мужик. Сам сумел вызвать скорую. Рассказал, где документы. Только потом уже отключился. Полицию мы сообщили. Препараты какие вводили? Никакие. Дима Торзок. Прошу, принимаю. Дима Торзок. 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 Евдокимова нет дома. Мне срочно ехать надо. Про сына потом поговорим. Привет. Меня дежурный врач вызвал. Не можешь сама твориться? Я не просила. Ладно. Иди отдыхай. Ассистировать мне будет Катя. Стас. Ну, как все прошло? Ты бы его увидел. Поверил. Вообще во все поверил. Ты уверена? Ну, конечно. А у тебя как дела? Русик выпил столько, что ни за что не вспомнит, когда я пришел. Он стопудово подтвердит, что мы пробухали всю ночь. Подожди. А если кто-то увидит? Кто? Прислуги я дала сегодня выходной. И вообще, я теперь здесь хозяйка. Милый. Мы все с тобой устроили. Соня, привет. Как там Евдокимов? После операции я так и не пришел в себя. В коме. Соня, пойду, ладно? Устал и сил нет. Продолжение следует. Привет. Привет. Ты чего трубку не берешь? Я уже раз сто, наверное, звонила. К нам в больницу сегодня под утро привезли Таниного мужа с огнестрельным ранением. Я ей пытаюсь все это время дозвониться, а она не берет трубку. Ты знаешь, где ее найти? Как с огнестрельным? Он живой? Он в коме, в очень тяжелом состоянии. Ты знаешь, где она живет? Надо к ней ехать прямо сейчас. У тебя все в порядке? Может, ты объяснишь? Соня, давай присядем. Я даже не знаю, как тебе сказать. Скажи, как есть. Таня, она... Вчера мне позвонила. Я ей сказала, что ее сын мой. Как твой? А как же муж? Он не знает. Он как-то там намутился сроками. В общем, они сейчас в ссоре, и он угрожает ей, что хочет забрать ребенка. Она позвонила мне, вся в слезах, умоляла, чтоб я приехал помочь. Я поехал. А потом... А потом... А потом я проснулся, и ничего не помню. В ее постели. Я не знаю, может быть, она мне снотворного в кофе насыпала, но... А теперь еще, оказывается, в ее мужа стреляли. Между мной... Ничего не было, Соня. Поверь мне. Ты сказала, что ничего не помнишь. Добрый день. Лебедев Андрей Дмитриевич здесь проживает? Я знаю этого человека много лет. Он не мог такое сделать. Это просто невозможно. Ну, послушайте. Я не понимаю, что происходит. Послушайте, я уже объяснял и скажу еще раз. Эту машину зафиксировали камеры видеонаблюдения возле дома пострадавшего. Как раз в момент покушения. Понятые, зафиксируйте. Ищите ему хорошего адвоката. Не мое. У меня никогда не было оружия. Гражданин Лебедев, вы задержаны по подозрению в покушении на убийство. В машину и вы. Соня, я клянусь, я этого не делал. Это ваш автомобиль? Да. И вы сейчас в этой же одежде. Экспертиза подтвердила, что в Евдокимово стреляли из пистолета, найденного в вашей машине. И на нем обнаружены ваши отпечатки. Как вы это объясните? Я не убивал. Хорошо. Не хотите признавать очевидного, идем другим путем. Где вы были во время покушения? В доме Евдокимова меня попросила приехать его жена, Татьяна. Когда вы от нее уехали? Утром. Она может это подтвердить. Конечно. Она может это подтвердить. Соня, послушай. Если он снова решил с ней связаться, пусть теперь сам выпутывается. Это проще всего сказать, что ты ничего не помнишь. Но он ведь меня никогда не обманывал. Я тебя умоляю. Все мужики одинаковые. Ты прекрасно знаешь, что это не так. Просто нам с тобой не повезло. Ну да. С этим не поспоришь. Единственное, в чем я уверена, он никого не убивал. Он не мог это сделать. Здесь что-то не так. Я чувствую. Надо ему помочь, Вася. Найти адвоката. Я дам показания, если это надо. Ладно. Если ты так сильно хочешь, есть у меня один адвокат, который мне сильно задолжил. Пожалуйста. Вот Татьяна Максимовна. Здравствуйте. Зуев Алексей Иванович, следователь прокуратуры. Здравствуйте. Что-то случилось? Понимаете, вчера вечером преступник проник в вашу городскую квартиру и стрелял в вашего мужа. Егор? Он погиб? Господи, боже мой. Уже бы я умерла вместо него. Он жив, но находится в очень тяжелом состоянии. Я немедленно хочу к Егору поехать. Где он? Он в центральной городской больнице. Находится в коме. Вас к нему не пустят. Очень странно, что вам не сообщили. Я, наверное, не слышал просто звонков. Я выпила снотворное. А он там был один. А вы же знаете, кто стрелял в моего мужа? У нас есть подозреваемый, Андрей Лебедев. Но он утверждает, что вчера был у вас. Я знала. Я чувствовала, что все это добро мне закончится. Что это? Понимаете, у нас с Андреем когда-то был роман. Он меня бросил, когда узнал, что я жду ребенка. А потом я вышла замуж за Егора. Он записал на себя Артемку. Андрей, я даже, я не знаю, как он узнал о сыне. Он стал меня шантажировать. Я испугалась. Я все рассказала мужу. Что дальше? У них был совместный проект с Андреем. Конечно, Егор прекратил все деловые отношения с ним сразу. Андрей приехал выяснить отношения. Ввязался в драку. Ну, конечно же, мой муж сразу его выставил из офиса. Потом Андрей приехал сюда и стал мне угрожать. Значит, Лебедев вчера был у вас? Да. Вчера вечером. Он сначала у меня прощения просил, но потом он стал ко мне приставать. Я его выгнала и где он был потом, мне неизвестно. Скажите, Лебедев знал о существовании вашей городской квартиры? Нет. Да. Да. Они один раз ездили туда с Егором. Муж забыл там документы. А как у Лебедева могли оказаться ключи от вашей городской квартиры? Не знаю. Где ваши ключи? Я сейчас посмотрю. Вы здесь проживаете? Да. Где вы были вчера вечером? Вчера у своего друга Русика. Точнее, Руслана Гуцко. Его недавно выписали из больницы, вот мы и отмечали. А сегодня утром приехал, потому что я иногда вожу Татьяну Максимовну. Нет. Но они точно были здесь? Неужели Андрей специально приходил, чтобы взять ключи? Он выходил в холл, а я сидел в комнате. Ясно. Я больше не буду вас задерживать, буду держать вас в курсе. Я вас провожу. Спасибо, не нужно. До свидания. До свидания. Всего доброго. Как могло так получиться, что Егор остался жив? кто вызвал? ему скорую? Так, ключи от машины и от квартиры. Он точно мертв. Ты проверил? Как я мог там все проверить? В любом случае, он истечет кровью до того момента, как его кто-то обнаружит. Значит, тебе придется закончить начатое. Что, с ума сошла? Я так стреманулся, когда в него стрелял, что у меня до сих пор руки трясутся. Не, можешь ни за что. Илюша, милый, это не так сложно. Я сейчас поеду к нему в больницу, узнаю, в какой палате он лежит. Ты приедешь ночью и перекроешь ему кислород. Все подумают, что он умер сам. А если Евдокимов очнется и вспомнит, кто в него стрелял? Он меня не видел. Ну, я не знаю, милый, меня там не было. Зачем так рисковать? Ты же не хочешь в тюрьму? Соберись, милый. Уже завтра нас ждет с тобой богатство, свобода. Все, о чем мы так долго мечтали, ради чего так рисковали, любимый. Остался последний шаг. Ты что-то хотела? Да. Я хотела сказать про катетер. Тогда на операции его специально оставила Катя. Как оставила? Зачем? Ну, ее Костомаров об этом попросил. Ну, он, она, ну, ты понимаешь, я побоялась рассказать об этом сразу. У меня мама болит, и я не хотела потерять эту работу. Сейчас, ну, теперь я поняла, что не могу больше молчать. Спасибо, Таня. Я тебе не выдам, не волнуюсь. и еще по поводу операции. Я не знаю, как правильно поступить. Правильно всегда говорить правду. Да. Так вот, Костомаров во время операции Евдокимова никак не мог найти поврежденный сосуд. Я предлагала позвать тебя, но он отказался, еще и наорал. В общем, пока он его искал, у пациента упало давление. Ну, а потом гнетение дыхательной деятельности и кома. Соня, я прямо сейчас готова пойти к главврачу и раз... Добрый день. Милый. Хороший мой. Ну, как же так? Соня, подожди. Спасибо тебе. Ты спасла моего мужа. Скажи мне, пожалуйста, может, я чем могу нибудь помочь? Деньги, лекарства. Я все сделаю. Твоего мужа ведет зав. отделением Костомаров, он его оперировал, так что все вопросы к нему, Таня. Спасибо. Соня. Соня, ты что, на меня за что-то сердишься? Я знаю, что эту ночь Андрей провел с тобой. И что твой ребенок от него. Да, так получилось. Ты же знаешь, что когда-то мы любили друг друга. Но сейчас... Это ваша жизнь и ваши отношения. Я только не понимаю, зачем ты разыгрывала это рассказание на встречу выпускников и этот спектакль сейчас. Соня, ты же меня не дослушала. Да, отец моего ребенка Андрея. Но я не говорила ему об этом. Даже не собиралась. Он сам откуда-то узнал. Он стал меня шантажировать. Просил деньги. Я бы заплатила. Ты же знаешь, я ради Темки вообще готова на все. Но он захотел, чтобы я с ним спала. Конечно, я ему отказала. Ну вот, он попытался убить Егора. Это какой-то бред. Я тебе не верю. Ты не понимаешь, он ненормальный. Ты его столько лет не видел. Он стал абсолютно другим человеком. Соня, мы обе его жертвы. Я не хочу продолжать этот бессмысленный разговор. убрать. и все больше ничего не помню потом проснулся уже утром вы можете расспросить об этом татьяна но в этом как раз и проблема уже допросили татьяна максимовна утверждает совершенно обратно она говорит что вы уехали задолго до полуночи угрожали убить ее мужа я угрожал этого не может быть соня приезжай срочно тут пациенту и евдокимову совсем плохо а валерий николаевич трубку не берет а вы что здесь делаете посторонний вход воспрещен я племянник его петрович нашли время проведывать идите домой а куда вы увезете на повторную операцию утром позвоните здесь внутреннее кровотечение разрыха орта как это можно пропустить даже еще зажим так психанул из-за кома что суши он все на нас и просдушил готовим набор для анастамуза ну что как все прошло никак как-то никак вот так у меня под самым носом его отвезли на повторную операцию может так оно и лучше он сам загнется ты идиот а если не загнется мы оба с тобой окажемся за решеткой ну сделай ты хоть что-нибудь в этой жизни а сама ты что сделала только умеешь то языком трепать а на мне вся грязная работа вот как ты заговорил мудрогой ну хорошо разберусь без тебя светлова это все специально подстроила угробит твоего пациента потом разнесет по всей больнице что-то ты виноват какого черта ты оперируешь без меня думаешь тебе все может ты пропустил разрыв аорт началось внутреннее кровотечение тебе звонили ты не брал трубку что мне нужно было делать ждать пока пациент умрет о боже соня прости это конец я окончательно следил с катушек после того как ты ушла и я не могу оперировать я постоянно думаю о тебе поэтому я совершаю ошибки я вижу как ты обо мне думаешь помаду стереть не хочешь я еще подумала как-то странно что человек приехал проедывать родственника так поздно и вид у него был какой-то виноватый виноватый почему вы не вызвали охрану у меня пациент умирал мне не было на это время я выставила его из отделения а потом уже через какое-то время вспомнила что увидела очень похожую татуировку да я прочитал что вы написали я уверена все это неспроста кто-то хочет подставить андрея мы все проверим привет я боялся что ты уже никогда спасибо тебе я ничего такого не сделала агата рассказала что это ты нашла адвоката и ходила к следователю даже не представляешь насколько это для меня важно я все время думал что же на самом деле-то ночью случилось я не просто решила поставить мне все заранее спланировал чтобы на меня повесили убийство ее мужа а зачем мне это надо пока не знаю но я идеальный кандидат в убийце железный мотив я тоже долго думала о том как это вообще могло произойти как-то слишком много совпадений но я темпе верю ну вот и все оцифровал сейчас создадим каталог и вам будет удобно найти любую информацию о готова он 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 привет павел здравствуйте как супруга зачем так как так послушаем я виноват согласен ну кто не ошибается мы с верой уже подали на развод и и все время я тебя думаю как мальчишка прости меня дай мне еще один шанс нет ваш отношения которые начинаются со лжи я в них не верю поэтому не вижу смысла продолжать за то что помогаешь сони с андреем большое спасибо надеюсь денег с них ты не возьмешь ну да мне тогда в больнице крышу снесло русик еле-еле дышит а эти врачишки даже не шевелятся ну я и припугнул но я заплатил уже за это штраф а на пистолет у меня есть разрешение что вы делали вчера вечером в центральной больнице в отделении реанимации навещал дядю егора ночью ну как смог я весь день по работе мотался то привези то отвези где вы были в момент покушения так слушайте я уже два раза вам ответил был у русика он может подтвердить агата звонила плачет а паша сказал что ничего сделать не может совсем следователь придает делать суд если его реально посадят я уже не знаю что мне еще сделать ты сделала все что могла главное спасла жизни евдокимову слушай ну я уверена он что-то видел и даст показания надо дождаться когда он просто придет в себя думаю что его жена в этом совершенно не заинтересована прошу прощения что вмешиваюсь но случайно видел как жена евдокимова выходя из его палаты очень тщательно поправляла макияж а психологически подавленному человеку в такой ситуации точно не до внешности а значит она просто играла когда рыдала у его кровати ну это правда любящий жене в такие моменты не до макияжа то не получается вообще не выгодно чтобы евдокимов заговорил потому что она подослала специально этого родственника чтобы он ее добил а значит мне постараются сделать это снова и тогда павел добрый день у нас тут возникла одна идея вы могли бы помочь нам связаться со следователем здравствуйте . здравствуйте как у вас уловка это все получается это наверное очень сложно не очень некоторые больные даже сами себе делают уколы хотите я вам покажу думаю пригодится когда ваш муж поправится и понадобится домашний уход спасибо я хочу сама ухаживать за егорышкой поэтому точно пригодится вот смотрите погружаем иглу в ампулу и набираем лекарства потом делаем вот так очень важно чтобы воздух не попал вену он может заблокировать прохождение крови и вызвать воздушную эмболию если этого вовремя не заметить то пациент может умереть я даже не думала что обычный укол может быть настолько опасен да вы не переживайте татьяна максимума с вашим мужем все будет хорошо сегодня на врачи сказали что он вот-вот придет себя это очень надеюсь а можно я сегодня останусь егорушкой на ночь он придет в себя увидит меня обрадуется к сожалению это запрещено но вы не переживайте у нас очень квалифицированный и заботливый персонал а кто сегодня дежурит я тогда я спокойно тонечка мы к тебе или ко мне каждый к себе катя мне нужно побыть одному а что ты затонул я же сказал езжай домой валера мне надоело что ты срываешься на мне а решайка свои проблемы сама ко мне больше не обращайся ясно и интерн шиповалова я попрошу соблюдать субординацию и сделайте так чтобы я вас больше не видел пожалуйста хорошо это сделаю легко только зря вы так валерий николаевич пол зря а а а а а Продолжение следует... 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 Да, я подумала. Я согласна. Действительно, Тёме будет лучше с тобой. И с Соней. А Евдокимов против не будет? Все-таки по документам. Отец он? Не будет. Ему все время было плевать. А сейчас тем более. Таня, ты приняла правильное решение. Мы с Соней сделаем все, чтобы Артём был счастлив. Андрей. Я же останусь для него мамой. Пожалуйста. Я знаю, что ты меня никогда не простишь. Ну, хоть иногда. Приводи ко мне, Тёма. Я совсем одна. Или я бы меня предала. Он все свалил на меня, чтобы ему смолчили приговор. А я... Я не хотела никому взлом. Правда. Я просто не знала, как по-другому стать счастливой. Хорошо. Я буду приводить к тебе, Артём. Я Продолжение следует... Прости меня совсем. Это ты мой настоящий отец. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...